Всем здравствуйте! Сегодня у меня день рождения и поэтому я решил всю свою большую семью накормить вкуснейшим пловом. Поэтому в сегодняшнем видео мы будем готовить плов. Рецепт плова очень прост. Всего нужно по килограмму, это легко запоминается. Килограмм мяса. Я купил свинину. Вырезка. Режем на кусочки. Кусочки должны быть не маленькие, но и небольшие. Делаем средние куски. Пока мы режем мясо, разжигаем костер, чтобы он догорел за это время. Продолжаем дорезать мясо. Повторяем мясо, у нас килограмм. Мясо мы солим. Добавляем черный молотый перец. Заворачиваем вот так вот в кулек. И перемешиваем. Тщательно перемешиваем, чтобы весь перец перемешался равномерно. Ну и соль тоже. На мангал мы кладем сетку. Ставим наш котелок. Наливаем в него растительное масло. Масло должно быть 300 миллилитров. Когда масло прогрелось, мы выкладываем наши кусочки мяса. Выкладываем аккуратно, потому что масло очень раскаленное, можно легко обжечься. Поэтому делаем все аккуратно, не спешим никуда. Когда мы мясо выложили, все аккуратно, равномерно перемешиваем. Накрываем наш казан крышкой. Через некоторое время мешаем наше мясо, чтобы оно не пригорело. Нам нужно добиться от мяса румяности, чтобы оно барыжело, ну и стало таким вот зажаренным. Жар должен быть хороший, поэтому следим за дровами, за углями за нашими, чтобы постоянно был огонь. Накрываем опять крышкой. Пока мясо жарится. Промываем рис. Рис должен быть хорошо промытый. Вот так вот все это делаем. До этого я тоже еще пару раз промывал рис. Но лишним не будет и вот на кадр, на видео промыть. Далее мы берем морковку. Морковки у нас тоже ровно один килограмм. Чистим морковку. Когда морковку все почистили, нарезаем ее вот такими вот кубиками, квадратиками, как вам удобно. В это время не забываем про мясо, чтобы оно у нас не сгорело. Вот так вот все бурлит, кипит. Огонь хороший, жар хороший. Дорезаем морковь нашу. Вот так вот все красиво получается. Морковка свежая, яркая, сочная. Мясо у нас уже поджарилось. Вот такое вот я и хотел мясо. Вот смотрите, со всех сторон оно обжарилось. Внутри оно мягенькое, а снаружи вот такая вот корочка. В принципе, как во фритюрию. Потому что оно кипело постоянно в масле. И обжарилось со всех сторон. Достаем из котелка все мясо наше. Достаем тоже аккуратно, потому что все очень горячее, раскаленное. Смотрите, какое у нас получилось. Красивейшее мясо. Красивейшее, вкуснейшее, ароматное. И немного хрустящее. В котелок, в наше масло, которое осталось, мы добавляем морковь порезанную. Морковь мы перемешиваем. Морковь мы перемешиваем. Лука у нас тоже ровно один килограмм. Повторяю, всего по килограмму. Мясо килограмм, риса килограмм, морковки килограмм и лука килограмм. Лук мы порезали. Открываем наш казан. Морковочка у нас уже румянится. Перемешиваем нашу морковь. Тоже почаще стараемся мешать, чтобы ничего не пригорало. Добавляем в морковь наш порезанный лук. И тоже хорошенько все перемешиваем. Аромат уже стоит от нашего костра. В радиусе, наверное, 100 метров, если не больше. Пахнет очень вкусно. Все люди, которые рядом проходят, спрашивают, что мы готовим. Вот так вот. Не забываем все перемешивать. Повторяю, следим за дровами, за углями, чтобы у нас постоянно был жар хороший. Когда у нас лук и морковь подрумянились, мы высыпаем наше мясо, которое мы жарили перед этим. Опять же тщательно все перемешиваем. Добавляем наш рис, который мы промыли. Смотрите, как контрастно все смотрится. Все аппетитно, все вкусно. А главное, что ничего сложного. И заливаем все это дело нашей водой. Вода должна быть или кипяченая, или минеральная. Желательно не с крана. Заливаем водой до тех пор, пока рис полностью не уйдет под воду. Вот так вот. Добавляем соли. Соли я добавляю щепотки 3. Перед этим, повторю, мы солили мясо еще. Но соли будет все равно мало. Потом каждый по вкусу себе добавляет. Вот так вот мы опять перемешиваем все. Слюнки уже текут, потому что я уже голодный. Далее, когда вода наша уже уходит, когда уже поиспарялась, впиталась в рис, добавляем чеснок. Чеснок я почистил. Некоторые не чистят, ложат целыми вот такими головками. Но я чеснок чищу. Можно, в принципе, и так, и так. Все, вот так вот уже. Почти готовый плов у нас. Добавляем немножко воды. Тоже, чтобы вот вода появилась по краям. Все зависит от готовности риса. Рис нужно пробовать. Открывать котелок, когда мы мешаем. И пробовать. Если мы чувствуем, что он сильно сырой, то добавляем воды, если ее нет. Вот так вот хорошенько еще раз перемешиваем. Ждем, пока вода наша испарится. И, в принципе, он уже готов. Крышечку можно не прикрывать до конца, чтобы рис, чтобы наш плов, то есть, был прикопченный, с дымком. Поэтому я крышку не всегда полностью прикрываю. Можно сказать, что плов уже готов. Осталось немножко, чтобы он дошел, чтобы немножко остыл, он доготовится. Мы его берем и отставляем просто на песок котелок. Когда он минут 15 хотя бы постоит, он дойдет до своей кондиции и можно кушать. Всем приятного аппетита! Пробуйте готовить плов. Рецепт очень простой. Приготовить сможет каждый. Главное соблюдать последствия действий. Всем спасибо за внимание. Смотрите мои следующие видео. Там будет очень много простых и очень вкусных рецептов.